Все привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. С вами, как всегда, я, Славян, канал Семья на чемоданах. Сегодня необычный выпуск. Ну, во-первых, потому что у нас на днях случилась неприятность. Мы остались без колес. Машина нас подвела, у нас лопнул патруба, которая идет на турбину. Без него машина ехать не может. Это у нас случилось по пути, когда мы ехали в Новороссийск, погулять в этом городе и поснимать. Как что было, посмотрите обязательно выпуск. Мы все это сняли и показали. После того, как мы кое-как добрались уже с Новороссийска до дома, я принялся за то, чтобы найти такую деталь. Столкнулся с тем, что аналогов нету вообще у нас в России. Все, склады пустые, аналогов нету. Осталось заказывать только оригинал. Оригинал стоит 30 тысяч рублей. Конечно, просто отдать 30 тысяч рублей за патрубок, это сложно. В итоге, спустя несколько часов поисков, я нашел патрубок бэушный, оригинальный, с Европы. Мне помог мой друг, сразу съездил в Москве, купил его и мне тут же отправил в этот же день, в этот же даже час. Соответственно, числа 12-го, может быть, 15-го он только придет. И за праздников все это очень долго. Оставаться без колес я не намерен, поэтому в этом выпуске я постараюсь что-то заколхозить, чтобы поставить машину, так сказать, на ноги. Не переключайтесь, обязательно досмотрите этот выпуск до конца. Интригу сохраняем. Получится ли у меня это сделать? Я сегодня пешком добрался до третьего километра с Хумского шоссе. Здесь есть магазин, типа запчасти для вазов, но класс заключается в том, что там куча всего вообще нужного и ненужного. Собственно говоря, можно просто вот такую штуку наколхозить на патрубок из турбины, то есть вот такой выход. Широкин интеркулер, здесь сужение, под основной патрубок металлическая вставка. Обрежу, получается, старый патрубок и нацеплю вот эту штуку. Сожму все дело хомутами и попробую все это дело сделать. Вот такое с утра у меня получилось сразу путешествие, марш-бросок. Решил пойти пешком и шел от Остного мыса сюда, это 6 километров. Вот, идти было сложно, потому что постоянно в горку и плюс ко всему еще и порывы ветра сильные. Сейчас будет идти гораздо, гораздо проще, потому что мне идти с горки и теперь ветер мне бьет в спину, помогая мне двигаться. Коля здесь оказался, немножко вам покажу, что здесь делают дорогу, сняли все слои, работает техника. Правда, единственное, сейчас из-за того, что очень сильный ветер, все это дело, пыль это из асфальта, из-под асфальта, все это дело летит в рот, в лицо. Пока поднимался в эту горку, конечно, очень сложно. А вот там вдалеке, посмотрите, прекрасное море, ну и, собственно, сам город. Погодка сегодня у нас, кстати, нелетная, но это не помешает нам сегодня погулять. Хочу посмотреть набережную, другую сторону. Первую сторону я уже показывал, к сожалению, тоже вне погоды. И покажу, наверное, сегодня ту сторону. Для тех, кто не знает, мы пока живем в Геленджике. Переехали сюда мы недавно, второй месяц пошел нашего здесь житья-бытия. И, скорее всего, мы здесь будем до июня, а потом уже непосредственно уедем. Мы постоянно переезжаем, кто не знает, он впервые попал на наш канал. Так что подписывайтесь, чтобы ничего не пропускать, нажимайте на колокольчик. Также хочу вам показать немножко город. Коль я оказался на другом конце этого замечательного городка. Здесь есть сквер Южный. Мы много раз здесь проезжали, но ни разу по нему не ходили. Здесь также есть жилой комплекс. Я на самом деле не помню, как он называется, но он прикольный в том плане, что у него есть панорамное остекление, есть виды на горы. То есть вот те люди, которые вот здесь живут, у них вот такие вот шикарные виды на хребет. Детские площадки, красивые елочки, туи, сосанки. Все очень красиво, быстрый выезд на дорогу. То есть такие некие плюсы свои есть. Ну и, собственно, вот он сам сквер. Мы когда первый раз оказались в Геленджике, здесь были в 19-м году. И как раз вот в этом вот комплексе мы хотели пожить. Но случилось так, что произошла там в голове трансформация, и мы поняли, что лучше жить вот на тонком мысе. И, собственно, там и сейчас снимаем квартиру в ЖК Черноморском. Вот такой маленький, очень уютный и красивый новый сквер. И, кстати, здесь еще, в этом сквере, есть вот баскетбольная-футбольная площадка. Я сейчас двигаюсь по улице Островского, и на самом деле эту улицу я обожаю, потому что, посмотрите, здесь какая аллея пицунской сосны. И, гляньте, летом здесь такой тенек, а сейчас, когда отсветет сосна, запахи здесь, особенно после дождя, нереально классные. И еще нас, конечно, многие спрашивают, особенно на прямых эфирах, а что с дроном-то? Кто не в курсе? Видите, самый первый полет, когда мы переехали в Геленджике, отправились в голубую бездну. Он поймал заглушку. Очень удачно, что он вернулся. Спасибо ему огромное, и спасибо вообще компании DJI за то, что они делают такие классные дроны. Но он вернулся не без потери. Он приземлился в сосны. Это уже лично моя ошибка, потому что дрон нельзя запускать из закрытой такой территории, особенно из леса. Естественно, он срубил ветки деревьев. Как это все происходило, я тоже снимал и показывал видео. Ну и, собственно, пролежал он, нужен был ремонт. В итоге, в итоге смотрите. Мы решили все вместе, все дружненько дойти и отправить нашу птицу на ремонт. Поедет наша птица в Тулу чиниться, надеюсь, починит, и надеюсь, мы совсем скоро будем летать. Ну вот и все, отправили. Дрон поехал на ремонт. Еще одна, так называемая, любимая улица, по которой мы в 19-м году ходили на набережную. Здесь летом вообще выставляются палатки и продают люди сувениры. В очень медленном темпе сейчас в Геленджике открываются туристические лавки. Наверное, 50% уже открылось. Но на набережной они продолжают открываться, но, видимо, из-за вот такой плохой погоды не открываются пока. Сейчас посмотрим, там какая-то ярмарка, посмотрим, что там продается. И у нас, в принципе, остается впереди сквер. И все. И дальше набережная, по которой тоже сейчас с вами пройдемся. Что здесь продает? Ничего не продает. Пока закрыты. Пока не функционируют. Но я думаю, что если было бы сегодня солнышко, то, безусловно, было бы здорово и все работало. А пока вот только есть мед. Всякий разный мед. И здесь, с этой стороны, сладости. Ветер, конечно, сегодня очень мощный. Порой порывы такие сильные, что мои 60 килограмм просто начинают так вот дергаться. А здесь продают рассаду. Видимо, просто для своих частных домов можно что угодно найти. Видите, как цветочки всякие разные. Красота. Для любителей грянок. Постелька. Конфитюр из свежих ягод. Вот мы и дошли до такой площади. Где тоже потихоньку все начинает открываться. Кому интересно, кстати, здесь вот есть Макдак. Но он закрыт. У них забастовка. Они решили не работать. Вечернее время. Здесь, друзья, естественно, все очень красиво подсвечивается. А еще мне очень нравится эта история, что здесь есть налоговая. Рядом прям с морем. И ты приходишь решить какие-то свои вопросы. Такой уставший, на нервах хлопс, выходишь. Все, и ты уже вот наслаждаешься вот этим прекраснейшим видом. Ну, согласитесь, круто. Прям очень. Сейчас с вами пройдемся по набережной, посмотрим, что здесь открывается. Посмотрим, какие-нибудь цветочки. Здесь очень много тюльпанов. Еще каких-то цветов. Ну, вон я их уже вижу. Розовенькие. Видите, женщина стоит. Уже их фотографирует, потому что мимо пройти невозможно. Конечно, такая красота для глаз. Гляньте, как красиво. Ой, сколько людей. Слушайте, независимо, что сегодня такой сильный ветер, людей просто огромнейшее количество. Вот желтенькие тюльпаны. Их, конечно, видимо, ветерочек потрепал. Есть еще красненькие тюльпанчики. Какая красота. И, кстати, что хотел показать еще вам. Посмотрите, вот этот мой порт. Вот тут стоит скульптура невесты. Геленджикш переводится как невеста. И здесь можно взять кораблик и покататься. Так, геленджикские попугаи и кораблей, я хочу сказать, что здесь потихонечку, потихонечку становится все больше и больше. Центральные пляжи. Работает трактор. Знаете, какие следы. Все разравнивают. Готовятся к сезону. Я надеюсь, вторая половина мая будет теплая. Я, если честно, уже хочу купаться. Но так, чтобы, знаете, не прямо вот как я люблю залетел в эту холодную воду. Сейчас, кстати, море где-то 13-14 градусов уже. А вот прям вот немножко даже поплавать хочется. Сделали тоже такой пирс, смотрите, из пластика. Видите, такой уходит. И на нем парусные яхты стоят. Еще чья-то яхта сюда приплывая. Вот так вам покажу. Видите, стоит как красивая. На ней постоянно происходят какие-то развлекухи. Типа, как оно правильно называется, аттракцион, когда встаешь на ноги и напором воды тебя подкидывает вверх. Огромнейшая детская площадка. Также скульптуры из мультиков установлены. В общем, для детей классная локация. Запоминайте, где это находится. Прямо за налоговой. Также здесь есть еще океанариум. Здесь уже даже выставили катамараны. Такие гламурненькие, да? Розовые дельфинчики. Как обычно, лошади на месте. Фонтан пока выключен, но из-за сильного ветра, потому что если его сейчас включат, то вода будет просто людям прям в лицо. Я сейчас хочу пройти вот сюда, вот на этот пирс. Посмотреть, как там водичка. Последний раз, когда мы там были, вода была, мягко сказать, не очень. А здесь уже вот вовсю готовятся к открытию. Красота. Удлинители провели. Смотрите, какая красота. Лежачки поставили. Все, осталось только дождаться солнечную погоду и их открыть. И приходить. Приходить отдыхать. О, посмотрите, сильный ветер просто. Вау. Вот, даже по морю можно посмотреть. Он дует вообще просто сегодня в таком хаотичном направлении. то оттуда, то отсюда. А, я не могу вообще просто. Просто трындец, как сдувает. Вообще жесть. В такой ветер вот только по камням и лазить. Но немножко решил, ой-ой-ой, ничего себе, вот это колбасит. там прям водичка. Главное, не отступиться. Ой-ой-ой. Какая красивая водица. Вы только посмотрите. Здесь так зацепили этот пирс, чтоб его не унесло. Вот это ветрище, друзья. Красота какая. В воде стоит тоже катамаранчики. вода вообще великолепная. Очень чистая. А здесь начинается мое одно из любимых мест в Геленджике. Это вот так вот. Аллея таких сосен. Здесь, кстати, детская игровая есть. То есть, детками показываю, куда приходить. Красиво. В набережной Еленджика очень много классных заведений. Вот, например, заведение Кекс. Они настолько все красивые, что таки хочется туда зайти и потратиться, ну и, конечно, покушать. Вот он, вход на пляж в Приморье. Здесь, кстати, стало работать вот это заведение. Называется Сезон. Смотрите, поставили они лежачки. Все, все, почти все готово к сезону. Здесь вот возле северной парни бочку для локации. Кто здесь будет, обязательно посетите эту смотровую площадочку. Ну, снизу, конечно, там пляжи. Дальше продолжается набережная. Здесь даже есть такие вот фотозоны. Видите, типа телега с дровами, бочки с дровами. И для детишек тоже есть интересное местечко. Вот за вот этот вот большой круг, представляете, прошел примерно 13 километров. Сейчас надо покушать и колхозить эту запчасть. Я надеюсь, все получится. Так, ну что, убериться после вкусного обеда можно попробовать починить. Не знаю, Ну, это старый патроновый, Артем. Ну, как зачем? А это что? Это новый, мне его распиливать надо. Я же тебе уже объяснял немножко. Так, вот, собственно, вот так он лопнул изначально, потом я замотал скотчем, опять бахнуло и вот почти до самого конца дошло. Ну, собственно, вот такая вот конструкция получилась. Я не стал снимать скотч, думаю, бог с ним, пусть он будет. Вот, единственное, что меня смешает, это то, что вот этот патрубок, он получается, ну, не было, короче, по размеру, вот прям такой же, как здесь, на сужении, он получается так торчит. Но я надеюсь, что ничего страшного, так как здесь достаточно мощно придавливает хомут. Вот, ну и плюс вот эта металлическая труба, она тоже с такими ограничителями. Вот, пойдем ставить в машину, посмотрим. Так, ну вот мы под капотом, вот сюда, вот, сейчас будем устанавливать нашу конструкцию. вау. Блядь, не налазит она, ни хера. Херушки. Я его одеть одел, но единственное, что у меня, вон он весь прям скрутился, значит надо еще его укорачивать. Вот такое кусище укоротил. Пойду ставить, пробовать. Колхоз поставил, пойдем пробовать. Как говорится, держим. Завелась, завелась, теперь осталось прокатиться. Сейчас я посмотрю, есть ли ошибки. Так, я короче... А, вот. Так, состояние АМ, дверь открыта и техобслуживание. Все, сейчас чуть поработает, поедем, проверим. Отъезжаем. Сейчас пропустим и попробуем немножко разогнаться. Упс. Поехали. Ну, тяга появилась. Тяга появилась, это хорошо. Вопрос только, насколько наше устройство работает долго. Ну, вроде все нормально, ошибок никаких нет, вот она разгоняется. По красоте вылечил я ее немножко. Коль оказались на круче, пойдемте я вам покажу сегодняшнее море. Оригинальный патрубок придет только числа, наверное, 13-15-го. Поэтому, находиться без машины и вот так вот никуда не съездить, это, конечно, вообще печально. Поэтому, ладно, сейчас наколхозил. Надеюсь, хватит. Во, у меня руки. Ха-ха. Ладно, давайте море. Ветрище. Очень сильный, вот прям мега, как деревья склонил к траву. Нужно быть предельно внимательным. Вообще никогда не рекомендую подходить вот так вот к краю. Ой, это очень опасно. Цвет моря. Великолепный. Море сегодня. Даже даже предыдует. Море сегодня очень-очень спокойно. Правда, еще хочу показать вот эти красивые цветы. Вообще, первый раз таки верю. Вот такой флаг. И вот на этом красивом месте, под этот сильнейший ветер, ребятки, все, буду закруглять выпуск. Поддерживайте его лайком, пишите комментарии, делайте репосты. И самое главное, запомните, что в любой ситуации есть всегда выход. Ну, я показал на примере своей. Увидимся с вами завтра в новом видеоролике. Пока. 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 Пока.